Всем привет! Надумала продолжить для кухни делать свои рукоделочки, воплощать свои фантазии. Кто помнит, кто смотрел предыдущие мои видео, я там делала старую вышивку, ставила на новые тряпочки, на новые лоскутики там. У кого-то я читала под видео тряпочки, слово тряпочки навевает на какие-то там мысли о тряпочках, ну у кого как. Для меня это лоскутики, тряпочки, любименькие, красивенькие, поэтому ну у кого такие фантазии. И у меня, посмотрите, сколько она собиралась. Такая коробочка у меня есть, красивая, волшебная. Мне подружки дарят коробочки, потому что знают, что я туда буду складывать всякие свои драгоценности. Посмотрите, сколько у меня она собиралась. Как хорошо, что я не повыбрасывала вещи с этими вышивками. У меня еще несколько блузок, я очень люблю вышивку. Ну это машинная вышивка, но тем не менее она красивая. И можно ее использовать теперь вот на разные такие, ну в быту. И на балкон я хочу теперь, там у меня накрыто просто уже, ну вышедшими из употребления мной, вышедшими из употребления мной постельным бельем, заменила на новое. А ту, которая уже бывшая, я там накидываю на балконе. Ну а потом, чтобы не стирать, выбрасываю, через там год еще что-то стелю. Все скатерти туда уже пошли, которые мне не нужны, теперь уже пододеяльники пошли. Я не люблю пододеяльники, поэтому они не так изношены, как я их не люблю. Я их туда кинула. Я показывала балкон, кто смотрел, видели. Теперь я хочу туда сделать красивые такие накидушки. Раз уж я занялась лоскутным шитьем, мне нужно куда-то это все применить, и вот можно будет туда использовать. Ну а сейчас я хочу сделать, вот я выбрала в тему к тому цвету, вот я выбрала такие. Сейчас буду мудрить и делать. Ну и поверну я сейчас все это на стол и будем делать. И чего-нибудь буду рассказывать. Поехали. Нашелся у меня кусок полотенца. Ну вернее не кусок, это целое полотенце. Вот я уже отрезала. Размер будет такой. Это новое полотенце вафельное. Побрызгала, гладить и не досушила. Вот его размер приблизительный. Размер салфетки, которая будет. Ланчмат. Ланчмат это то, на чем кушают еду. А у меня это будет для сушки тарелочек. То есть то, что я помыла, я не пользуюсь посудомоечной машиной. Я одна, мне она не нужна. И я просто мою посуду руками. Поэтому мне иногда нужно мои две тарелки и одну чашку просушить после мытья, чтобы она просохла чуть-чуть. Но я хочу, чтобы это было красиво. Потому как это все время лежит на столе. Наверное, нужно будет даже сделать парочку на замену. Но это я позже сделаю. Ну вот основа уже есть. И сейчас я буду вырезать дальше слои. Потом настрачивать свои аппликации. Я все-таки хочу две. Вот так. У меня еще есть листики зелененькие. Я еще листики добавлю. Это я не буду. А вот у меня еще вот. Ну так веселее. Хотя я могу и вышить свободноходовой. Я же теперь умею свободноходовой вышивкой более-менее прилично что-то делать. Есть у меня даже образцы. Нужно будет показать, похвастаться. Похвастаюсь. Пока думаю, решила как раз и показать. Это я испортила немного. Это машинная вышивка. Но я не выбрасываю. Я уже как-то говорила. Вот видите, сбился рисунок и пошел. Электроника сбилась. И пошел куда-то обшивать. Но я куда-нибудь использую. Это все вырежется. И используется это на старой куртке. Это была старая куртка джинсовая. Вот мой опыт свободноходовой вышивки. Это вот самое-самое начало, как я пробовала, училась. Ну то есть потихоньку-потихоньку я это осваиваю. Вот уже на старой пеленке. Вот уже получше тоже моя свободноходовая вышивка. Поэтому с одной стороны я осваиваю свободноходовую вышивку. С другой стороны я не выбрасываю вышитая машинкой. И продолжаю вышивать машинкой, если что-то нужно. Но одно другому не мешает. Так что вот я уже похвасталась. Сейчас я приберу все это. Так как игольницу я себе до сих пор не пошила. Я пользуюсь, видите, коробочкой. Салфетка будет такого же плана, как предыдущая. Ну, чуть-чуть другой формы, но такого же плана. Такие лоскуточки у меня есть. На основу я такую ткань ставить не буду, я только обошью. На основе будет стоять вот полотенечная. Единственное, я думаю, что мне стоит еще слой положить чего-то. Слой чего-то. Слой какой-то ткани, чтобы лучше впитывалось, чтобы это не мокрело так уж быстро, как это бывает. поэтому сейчас я подумаю, как разместить рисунок. Как-то вроде бы и маловато места. Может быть, может быть, две полоски сделать такие-то, да. Вот перегружено. Ладно, буду думать. Буду думать. Вот уже у меня получается сколько слоев я нашла. Это то, что будет видно. Новенькая, чистенькая, красивенькая. Это такая же чистенькая, но не такая красивенькая из старой пеленки кусочек. Но эта пеленка не использовалась. Эта пеленка еще моей дочери покупалась, но их было несколько и одна потом нашлась у моей мамы. И вот я на ней то, видите, то голову заматывала после мытья. Теперь я начала на ней пробовать вышивку свободно ходовую. Ну и, в общем-то, телепается эта пеленка туда-сюда. Вот я ее использую теперь в срединку. Ну, это отрежется еще. И здесь отрежется. Я так с запасом размер сделала. Ну и потом пущу вот эти красивые лоскуточки. У меня еще два куска таких осталось. Утюг остывает я. Его уже выключила, но он еще гладит. И вот так вот пущу. Это вот красивая козелочками такими галочками маленькими тканюшечка. Ну и на обтачку у меня есть, чтобы уже полностью соответствовать. Только я не буду пускать полностью, а пущу по краям. Но у меня еще есть куски, поэтому поэтому всего хватит. Как кто-то сказал уже в интернете. Плэчворком займешься лоскутным шитьем для того, чтобы свои запасы израсходовать. А в итоге лоскутики эти плодятся наверное ночами или днями или круглосуточно. Я не знаю. У меня их все больше и больше. Я им больше и больше радуюсь. Поэтому пока что они у меня не уменьшаются. нет. Первое время они у меня очень хорошо уменьшались, когда я сделала два комплекта постельного из лоскута себе и внуку. Они очень хороши. Я так порадовалась. Но потом мне то чего-то не хватает, то какая-то идея возникла. И я начала докупать и находить еще. Теперь мне уже знакомые предлагают девочки. Поэтому лоскутки у меня размножаются. Вот у меня, видите, я уже не выбрасываю вот такие лоскуточки. Это я рубашку кромсала. Не стала я ее оставлять. Я ее раскромсала. Но такие хорошенькие эти полосочки, такой цвет у нее красивый, что я в общем-то вырезала и полосочки из планочки. Скакеточек со всех. Ну все. Пошла я все это собирать. Потом покажу. Я уже пришила свои фрагментики. Не поместился под словнух. Но я в этой салфетке я немного поменяла ниточку она будет немножко отличаться. Обшивки здесь темной нет. Но мне я решила, что нужно сделать по-другому. Во-первых, я шелком все это обработала. Мне так больше нравится. Плохо видно, конечно. Надеюсь, видно. я добавила я добавила желтого сюда. Ну пусть это будет подсолнух. В общем-то, такой рисунок на коробке тоже есть. И полевые цветы там, господи, полевые. И в этой вышивке я делала разный цвет. Здесь оранжевым, здесь коричневым. В общем-то, максимально. Но не вся шелковая нить. Она вся искусственная. Как бы она не натуральный шелк. Поэтому по-разному ложится. Та, которую я на маяке купила, кстати, она более прочная. Не такая мягкая, как на больших бобинах. И меня это очень спасло. Полиамидам не хочется, тем, которые под хлопок. А хочется именно шелком. Поэтому вот очень даже он у меня оказался кстати. Возьму на заметку. И в следующий раз, как попаду, еще возьму моточек. Ну, упаковочку в смысле. В упаковке 10 штук. Так как сама вышивка была слегка деформированная. Ну, я постаралась ее поровнее пришить. Ну, не совсем это удается. Как и в прошлой моей салфетке. Я потом просто сделаю такую промежуточную как бы стежку ровными полосами. И это немного выровняет опять же мою вышивку. Видите? Она поменяла. Немного стянулась. И верхняя ткань поменяла дислокацию. Ну, это не страшно. Это не страшно. Сейчас я начну нарезать и пришивать вот эту тканюшечку. очень сильно очень сильно очень сильно съехала. Даже не знаю, как я это буду делать. Может быть даже не ровным. А вот так я сделаю. Не так видно наискосок. Ну, придется выходить из положения. нашивание вышивки на ткань. Очень сильно деформировала ткань. А кусочек у меня был ну, награниченного размера. Поэтому буду выходить из положения по ходу пьесы. и покажу, что дальше получается. Ну, вот. Видите? Вышла из положения. Будет видно. Пока пришивала, картинку ложила более ровнее. Она съехала. Съехала туда, куда и захотелось. Я думала, уже будет вот эта однотонная полосочка. Ну, ничего страшного. Я ее подправила. Вот. Хорошо, что были кусочки. Я теперь, конечно, собираю все красивые кусочки. Все подряд не собираю, но красивые. Ну, и такого размера, как этот, конечно, собираю. Оказывается, они все-таки очень здорово пригождаются. Ну, такого размера, да. Если квилтингом заниматься, то вот даже вот такие, даже вот такого размера полосочки будут нужны. Вот я хочу попробовать из таких тонких узких полосочек. Узких, не тонких, а узких. Я хочу все-таки себе сделать прям такой из полосок квилтовый жилет короткий. И вот я собираю теперь такие красивые красочные полосочки. На этот жилет. Ну, и сумку хочу такую полосатую сделать. На пять лет вперед фантазии. Поэтому можно теперь кусочки собирать. представляете меня? Пошла я в очередной раз на охоту на свою тихую секонд. Думаю, ну зайду в Лиану, может что-то мне там понадобится. Ну, и увидела. Я уж не помню, я там по хвастушках показывала. У нас на мирном здесь что-то я себе прикупила, сумку положила, закрыла. Я обычно, когда захожу в продуктовый магазин, я сумку прикрываю на замок. Я достаю сразу кошелек, сумку закрываю и уже потом открываю ее, когда уже на кассе расплатилась и выходить. Ну, и иду, представляете, в нашем бывшем АТБ. Подошла, расплатилась. Я купила пару бананов, не стала больше ничего покупать. Расплатилась и такая я иду. Представляете, никогда такого не было. А в этот раз меня охранник остановил и так это мне говорит показывайте свою сумку. Ну, мне прятать нечего, а я так удивилась. Ну, они там по камерам смотрят. Может, им показалось, я смотрела продукты, крейки смотрела. Может, они подумали, что я в сумку сложила что-то незначай. Я, конечно, спокойно показала. он извинился. Ну, воруют, наверное, поэтому. Я видела, как те, кто торгуют рядом на рынке зеленью, заходят крутнуться, хлебушка там себе купят, пакетов в карман накидают. Пакеты сейчас, по-моему, платные кулечки. Натыкают себе пакеты, выбегут. Пару раз видела, как даже их ловили, ругали. Ну, наверное, забирали пакеты, я там не наблюдала особо. Так что, вот такое у меня приключение недавно случилось. Первый раз в жизни мне проверили сумку. Ну, там ничего предосудительного не было, поэтому мне нервничать не нужно было. И переживать. Немного неровно пришила. Ну, ничего. сейчас выровняю, нарисую. Ну, в общем-то, практически все готово. Сейчас я сделаю сначала стежку, вот таким образом. Вот так вот. А потом уже выровняю, все еще раз проутюжу, выровняю и уже буду на основу ставить. Я думаю, достаточно три слоя. хотя хотелось бы. Хотелось бы даже четыре. Ну, сейчас пока буду стежку делать, подумаю. К сожалению, садится батарея у меня и уже темнеет. И, как всегда, меня телефонными звонками слегка отвлекали. Но это не страшно. посмотрите, как здорово получается. Я все перестрочила и отстрочила строчки соединения и прямой строчкой отстрочила. Они немного темноватые, после первой же стирки посветлеют, потому как я карандашом рисовала простым. Поэтому слегка темноватые строчки. Ну, в общем-то, когда уже перестрочено все, так оформляется классно. Прямо вы видите, как утюг и строчки только в помощь. Немного можно теперь разутюжить еще раз, поправить, выровнять, выровнять вот эти уже края, по которым я буду делать обтачку. И все, можно обшивать. Но у меня садится батарея и скорее всего мне не хватит времени, поэтому я выключусь. А уже потом, когда все сделаю, положу все это красиво на кухне, засниму и покажу уже готовый вариант в интерьере своем. Все. Пока прощаюсь, всех целую, обнимаю. За это время вы можете меня пролайкать и подписаться и и в общем-то можете даже поделиться в соцсетях. Ой, я разлохматилась. Все. Временно выключаю и покажу уже весь готовый в интерьере. Всем пока, целую, обнимаю. салфетки. все. Остался буквально предпоследний этап нашей салфеточки. Нашей, потому что, может, вы тоже захотите так вдохновитесь и захотите сделать. я все сколола. сколола так, чтобы не мешало под строчкой. Слоев получилось все-таки четыре. Я решила добавить еще одну байку от пеленки. и теперь я все сколола теперь я вырежу обтачку и обтачкой буду все пристраивать. Решила показать и промежуточный вариант. промежуточный этап, так сказать. Решила показать промежуточный этап. Чтобы было понятно, я беру просто полоску, пристрачиваю сначала полоску, потом отворачиваю ее и перестрачиваю с обратной стороны. То есть, вот более длинные стороны я уже пришила. Солнце перешло на эту сторону и я не очень хорошо вижу в камеру что я показываю. Поэтому, простите, если что-то сняла не так, переснимать не получится. Ну, в общем, вот что уже у меня получается. Такая красота. Сейчас осталось только вот эти стороны. пришить я пристрачиваю к изнаночной стороне. Пришиваю, отутюживаю, выворачиваю и перестрачиваю еще раз. Все. Последние этапы показываю уже в интерьере. Ну, вот и все. Я закончила свой проект. салфет. Сейчас я переведу камеру на обратную сторону и покажу, как выглядит вторая салфетка, которую я только что с вами сделала. салфетка. Прошу прощения за звуки вверху. Я не могу повлиять на их присутствие или отсутствие. Ну, вот вот так выглядит полная композиция моих салфеток. Конечно, их можно использовать не только с той целью, которую я сейчас показываю. Можно, допустим, если завтрак или ужин на двоих, можно и на столик положить, на журнальный. Очень будет даже милое, симпатичное к месту. У меня на кухне журнальный столик небольшой, буквально на два человека посидеть, попить кофе. Ну, а если на кухне использовать, на рабочем столе, то я могу на эту сторону повернуть. Влажные положить тарелочки, чашечки, вилочки. Ну, а в общем, когда все убрано, завтрак ужин закончен или что-то там, прием пищи и мытье посуды. И вот можно повернуть вот такой стороной нарядной, красивой. И уже кухня выглядит более опрятно. Всем пока. Всех целую, люблю, обнимаю. Пожалуйста, если не сложно, поделитесь в соцсетях моим каналом. Если вам самим интересно, поделитесь с вашими друзьями. Ставьте лайки. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok